Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Накануне 75-летия актриса предстала с новой внешностью. В феврале пришедшие на бенефис звезды зрители сильно удивятся. Вера Алентова, знакомая зрителям по главным ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Ширли Мэрли» и «Зависть богов» готовятся к юбилею. Еще в начале сезона Евгений Писарев, худрук театра имени Пушкина, в котором служит Вера Валентиновна, объявил, что специально к 75-летию Алентовой будет поставлен спектакль. Для бенефиса выбрали пьесу Нойла Коварда «Сенная лихорадка», спектакль по ней войдет в репертуар театра под названием «Апельсины и лимоны». Его главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Близ, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти. И вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста, из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно. По опыту мировых постановок, в спектакле по пьесе Коварда всегда играет именитая актриса, звезда, которая не боится ассоциаций с собственной судьбой и привносит в этот образ свой личный опыт. Вера Алентова с радостью согласилась участвовать в постановке. Правда, на афише спектакля узнать актрису совершенно невозможно. Широкие распахнутые глаза, узкие скулы, волевые губы – Алентова выглядит здесь роскошно. Моя профессия предполагает постоянное пребывание на виду у многих людей. Значит, нужно быть в любой момент в форме, невзирая на нездоровье, на неприятности личного характера. Хотя признаюсь, если со мной рядом нет моего мужа, то на улице меня могут и не узнать. Зато непременно узнают, когда замерзла, иду по улице с синим носом. А после выхода фильма «Москва слезам не верит» прошло лет пять, прежде чем меня стали ассоциировать с героиней картины. Люди видели знакомое лицо, но сказать точно кто я, не могли, уверяет актриса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова